Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Андрей Суходольский. Это врач, детский врач, детская урология, андрология, его специализация. А работает он в Московском областном центре охраны материнства и детства. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Здравствуйте! Ну, начнём с того, что слово «уролог», например, я думал, что это имеется в виду уже мужчины после 40, потому что все слышали, что есть такой уролог и что он понадобится. Но чтобы детский уролог, да ещё андролог – это какое-то интересное для меня новое сочетание. То есть урология настолько, ну, как бы молодая оказалась специальность, что ли? Да, специальность – это молодая. И сама специальность молодая, и возраст молодой. А проблем, на самом деле, очень много. Из всех пороков развития, которые, в принципе, бывают у человека, более 30%, даже ближе к 40% приходится на пороки развития мочеполовой системы. Этими занимается по большей части наше отделение и наша профессия. А в чём разница между урологом и андрологом? Есть какая-то глобальная? Или одно другое дополняет? Если подходить официально к этому названию, то специальность андролог не существует. Ну, своя подспециальность имеется. Андролог – это заболевание половых органов. Уролог – это более обширное понятие, которое… То есть ищет причину по всему телу. Да, ищет причину в мочевой и половой системе. И, в принципе, объединили эти два понятия, потому что очень близкие, очень родственные системы и развиваются они, в принципе, совместно. Разделить практически невозможно урологию, андрологию. И органы мочевые, половые тоже крайне сложно разделить. Ну вот, опять же, возвращаясь к теме детства, да, мы прекрасно понимаем, что взрослые люди – это немножко другая история. Это связано уже со старением организма, с той жизнью, которую вёл пациент. Да, это может быть приобретённая болезнь, а может быть, вот она действительно, как вы говорите, вдруг через какое-то время проявляется. А вот детская, насколько сегодня детки у нас рождаются вот с такими проблемами? На самом деле, как говорят наши классики, что все проблемы из детства. Раньше не было такой актуальности в детской урологии, андрологии, потому что детки были недообследованы, по большей части. А, не было возможности полноценно обследовать. И в наше время, благодаря большому количеству программ, проводятся скрининги практически с интернатального периода, то есть, когда ребёночек ещё не родился. Мы уже очень много о нём знаем. То есть, вы следите за появлением плода, да, как сейчас говорят, и вы уже знаете, каким он будет проблем. Мы уже в какой-то определённой степени знаем, с чем родится этот ребёнок. И меры предпринимаются практически с первых часов. Иногда это очень актуально. То есть, вы можете на выходе, скажем так, да, ребёнка и немножко что-то подправить, то, что потом подправит сложнее. И тогда у него не будет очень серьёзных проблем в будущем. То есть, не всегда даже вылечить, а именно иногда вот просто подправить, то есть улучшить. То, что мы можем в раннем детстве исправить, ну, очень небольшими, малоинвазивными вмешательствами, у взрослых это уже перетекают запущенные хронические заболевания, которые порой лечить вообще уже невозможно. Или крайне-крайне сложно лечиться, поддаётся лечение. Давайте ещё раз соединим детскость и взрослость, минуя остальное, жизненный опыт. Почему любой врач-уролог сегодня может заявить, там, например, мужчине, что вам 40 лет, ну так, а что вы хотели? Вам 50, скажите спасибо. Получается, что, ну, и у женщины, безусловно, та же самая. После 40 лет даже у более-менее человека, который вёл здоровый образ жизни, начинаются вот эти вот проблемы с урологией связаны. Это наше слабое место вообще человека как таковое? На самом деле, от этих мыслей надо избавляться. 40 лет – это ещё совсем не возраст, и 50 тоже. Это молодые люди. Даже по классификации Всемирной организации здравоохранения в настоящее время до 44 лет люди считаются молодыми. После 44 начинается средний возраст. Эти цифры приведены не просто так. То есть, действительно, сейчас продолжительность жизни во всём мире, даже в отсталых, развивающихся странах увеличивается, и значительно увеличивается. Опять же, благодаря современной медицине. Это действительно было несколько основных, основополагающих моментов, которые привели к тому, что люди стали жить дольше. Ну и, в принципе, развитие здравоохранения в общем, развитие медицины как науки очень сильно способствуют тому, что увеличивается продолжительность жизни. Основные моменты, про которые я говорил, это, в первую очередь, открытие антибиотиков, и, в вторую очередь, это вакцина-профилактика. Вот именно два этих момента очень сильно продлили жизнь современного человека. Пациентов-то меньше не становится. Пациентов меньше не становится, к сожалению. Это значит, что одновременно, с одной стороны, медицина идёт, что называется, семимильными шагами, но параллельно сам человек не задумывается порой на своей жизни, как он живёт, что он употребляет в пищу, какой он образ жизни идёт. И вот это вот та проблема, которую, наверное, должен сам человек решить прежде всего. Да, это важный момент, на самом деле. С другой стороны, общаясь со своими коллегами, мы обсуждаем эту тему, и не раз говорили о том, что человек, наверное, никому ничего не обязан, никому ничего не должен, даже самому себе. Всё-таки мало сейчас в средствах массовой информации договориться о том, как правильно, какой образ жизни правильный. Как правильно жить. Как правильно жить, как правильно питаться, как заниматься спортом. Ведь излишняя физическая активность тоже ни к чему хорошему не приводит. И что касается нашей специальности в плане полового воспитания детей, подростков, ну, очень мало информации, очень мало полезной информации. И это вот и приводит к тому, что многие люди... Приводит к тому, что детки рано начинают болеть различными инфекциями. Не вовремя обнаруживаются врождённые заболевания. Даже с учётом того, что сейчас проводится, интернатальный и постнатальный скрининг заболеваний. Но не все заболевания таким образом можно выявить. И очень важно обращать внимание, особенно у детей, характерно это для детей, на любые симптомы, любые изменения в анализах мочи, любые расстройства мочи и спускания должны быть поводом к обращению к специалистам. Да, но насколько я понимаю, вот если говорить о Московской области, то чуть ли не единственное отделение у вас. Расскажите об этом. Наше отделение – единственное отделение в Московской области, которое занимается проблемами патологии органов мочеводелительной и половой системы детей. Отделение наше рассчитано на 45 коек. Недавно отметила свой юбилей, отделение 35 лет. Это отделение уже с традициями. Работаем мы на самом современном уровне. А много желающих? Очередь стоит или как? Да, желающих много, потребность большая. Потребность большая ввиду того, что очень много пороков развития мочеводелительной системы. И дальше, к сожалению, их становится все больше. Это приобретенные пороки или уже изрожденные? Детки рождаются с пороками. Есть такое заболевание, как гипосподия. Это один из распространенных, очень сложных хирургических пороков развития мочеиспускательного канала. Если лет 30-35 назад один ребенок с гипосподией рождался на 500-450 новорожденных мальчиков, то в настоящий момент каждый 150-й, 160-й ребенок рождается вот с этим пороком. Тогда возникает вопрос, может быть, природа нас готовит к какой-то революции? Я не думаю. А что тогда? Мы сами себе готовим к какой-то революции, скорее всего. Нет, революция – это когда плохо. Я говорю про эволюцию. Но раз число увеличивается, значит, что-то... Нет, я думаю, что причиной тому, что чаще детки стали рождаться с патологией, ну, в частности, мочеводелительной системы, это то, что мир за последние 20-30 лет очень сильно изменился. У нас другая еда, у нас другой ритм жизни, у нас очень много цифровых технологий вокруг нас. То есть мы это уже действительно, все с этим согласны, что мы переходим уже в другой этап нашей цивилизации человеческой. Ну, этот переход сопряжен, конечно, вот с такими проблемами. Конечно, эти проблемы решаются. Получается, что если... Я сейчас говорю не только о вашей специальности. Да, я думаю, что мы любого доктора посадим здесь, который будет говорить о детках, да? Он тут будет говорить, что вот у нас тоже, и тоже, и тоже. То есть это же, наверное, не только зависит от больных родителей или от какого-то их неправильного образа жизни. Наверное, все-таки, и, опять же, увеличиваемость жизни, какие-то новые механизмы у природы появляются. Если она... Вот ковид, да, мы должны коснуться. Многие его воспринимают как какой-то такой... Ну, не специалисты, ни в коем случае не специалисты, как наказание за что-то нам, что нас надо немножечко прочистить, наши ряды. Вот вы как относитесь к такому подходу? На самом деле действительно появилось много новых инфекций. Либо мы просто стали их выявлять, может быть, и это... Видеть их, что называется, да. Наша медицина на сегодняшний день позволяет выявить эти инфекции. И если раньше... Хотя раньше тоже было достаточно много проблем, если там какие-то средние века или это еще сто лет назад, детская смертность была гораздо выше. Вот. Сейчас, ввиду того, что эти инфекции распространены в очень большом количестве, очень желательно, чтобы родители серьезно подходили к зачатию своего будущего ребенка. То есть занимались собой еще? На эти инфекции обязательно они должны быть обследованы. Хронические заболевания по возможности либо приведены в стадию ремиссии, либо санированы полностью. То есть очень важный момент. То есть правильно понимаю, что если, например, родители, у них есть болезнь мочеполовой системы, зачастую они об этом не знают, потому что, как говорят, там те же венерологи одних таких видов заболеваний, там сотни, и они не все проявляются сейчас. Я даже не говорю про серьезные веничные инфекции или еще что-то такое. То есть надо хорошо обследоваться и, может быть, выждать какое-то время, чтобы это не передалось ребенку. Верно я понимаю? В общем, если правильные, ну, я думаю, что правильнее будет просто обращаться к специалистам, если есть какие-то проблемы. Да-да-да, говорите-говорите. Да, и специалист, в данном случае уролог либо гинеколог, еще очень много есть специалистов, с которыми мы вместе работаем в данной отрасли, вместе решают очень много вопросов и дают необходимые, правильные рекомендации. Понятно. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Суходольский. Он представляет у нас отделение детской урологии и андрологии Московского областного центра охраны материнства и детства. Это такое единственное отделение, как мы выяснили, в Московской области. И вот о том, что находится внутри отделения, какие применяются методики. Я знаю, что есть даже уникальные уже операции. Нам Андрей расскажет буквально через несколько минут. Итак, напомню, что это программа «Открытый диалог». Андрей Суходольский у нас в гостях. Детский уролог-андролог Московский областной центр охраны материнства и детства. В первой части вы сказали, что сегодня возможности технологические, технические возросли, и нам помогают они тянуть даже очень больного взрослого человека довольно долго. А уж то, что касается маленького человека, у которого вроде бы организм сам еще заточен на то, чтобы постараться выжить в этой ситуации. И тут приходите на помощь вы. Чем же таким выделяется ваше отделение? Какая у вас есть аппаратура? И что там за методики такие, которые позволяют решать даже практически нерешаемые вопросы? Наше отделение, как я говорил, в первой части работает уже на самом современном уровне. Вы покупаете это где-то, как-то заказываете? Нам покупают государства. Ну это понятно, да. Но вы же изучаете этот рынок, что вот вам нужен такой аппарат, такой аппарат. Да, по сути, отделение у нас оснащено по последнему слову техники. У нас современная эндоскопическая аппаратура немецкого производства. У нас хорошее наркозное оборудование, хорошие аппараты. Мы пользуемся современными препаратами. И это нам позволяет сейчас проводить эндоскопические и малоинвазивные вмешательства. Если когда-то еще 15-20 лет назад пороки развития, они очень хирургически трудоемкие. Приходилось пороки развития, например, почек, мочевого пузыря оперировать, выполняя сложнейшие открытые, так называемые, открытые большие операции. Сейчас эти операции мы выполняем лапароскопически, эндоскопически, иногда вообще без разрезов, иногда через несколько проколов. Операция выполняется та же. На органах производятся те же самые вмешательства, которые выполнялись раньше. Но именно этот доступ малоинвазивный без большого серьезного разреза, он делает очень многое. На самом деле, раньше реабилитация была очень трудоемкая. И детки очень сложно переносили эти операции. То есть они неделями лежали у нас, выхаживались. Сейчас мы активируем, активизируем их практически с первого дня и выписываем их гораздо раньше домой. Ну вот тут такой еще вопрос по этим операциям. Как бы его сформулировать? Если речь идет не о серьезной патологии, где серьезная, как вы говорите, открытая операция, то есть вы можете так подправить, что человек потом по всей жизни уже не будет ничего такого особого ощущать? Да, есть целый ряд заболеваний, которые обязательно надо выявить в детстве. Потому что у взрослых потом будут колоссальные проблемы, если эти проблемы не решатся в детском возрасте. Например, я просто как пример приведу одно из заболеваний. Есть такое заболевание – пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Это когда моча из мочевого пузыря забрасывается обратно в почку. В норме моча течет в одном направлении – из почки в мочевой пузырь. Небольшие степени рефлюкса сейчас лечатся эндоскопически. То есть операция выполняется через мочеиспускательный канал практически без разреза. Операция по времени длится 5-10 минут. Да, во что? Она очень нетрудоемкая для врача. Детки после операции, в принципе, на вторые сутки уже не помнят, что им выполнялось какое-то вмешательство оперативное. Но если не сделать эту операцию, то хронический пиелонефрит будет преследовать этого пациента всю жизнь. И на самом деле очень много раньше хронических пиелонефритов были связаны именно с этой причиной. Не выявлялось это заболевание в детстве, и люди болели всю жизнь пиелонефритом. Иногда вплоть до почечной недостаточности, сопровождающейся практически полной утратой функции почек. Вот когда врач приходит, сразу хочется вернуться в детство и делать всё правильно с первого дня своей жизни. Но, к несчастью, это не всегда возможно. Но вот в Московском областном центре охраны материнства и детства у нас часто бывают ваши коллеги из этого замечательного центра, и мы обсуждаем. Скажите, а на сегодняшний день вот вы когда общаетесь с родителями и операции и так далее, можно ли сказать, что, знаете, как все поколения говорят, вот в этом поколении было крепкое, вот это поколение было слабо, а это вообще и так далее. Это есть такая зависимость? Или это всё домыслы? Ну, то есть, знаете, как вот два молодых, он и она, они думают, что они здоровы, и всё, ребёнок появился, и они себя винят в том, что вот у него такая проблема. Я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Если подходить с сугубо научной точки зрения, медицина это всё-таки наука, то нет никаких достоверных исследований, которые выявляли здоровье нации сто лет назад и сейчас, ну, допустим. Субъективное мнение? Нет, наверное, люди рождаются такие же, как и раньше. Просто медицина сейчас поменялась. И медицина смогла много секретов раскрыть, то, что раньше... Но тут возникнет у нас вопрос, наверняка у каких-то слушателей, зрителей, читателей. Они начнут говорить, ну, понятно, вот одно отделение на всю Московскую область, да к ним никогда не попадёшь. Так прям хочется, если у ребёнка ещё есть проблемы, сразу к вам попасть. Насколько это реально сегодня? И какой нужно... Это круги ада? Или всё гораздо проще? На самом деле попасть к нам несложно. Дети, у которых срочные либо экстренные заболевания органов мочепыловой системы, попадают к нам практически с момента заболевания. С любого уголка Московской области. Обращение? Да, да. Мы постоянно на связи. 24 часа в сутки практически, я думаю, уже все руководители больниц, в курсе подмосковных, да, знают наши телефоны. Нам звонят всегда, круглосуточно. И детей с экстренной патологией мы госпитализируем без промедлений. Дети с плановой патологией, с плановыми заболеваниями органов мочепыловой системы должны собрать необходимые... Должны, во-первых, записаться к нам, собрать по определённому перечню анализы, документы и приехать. Ввиду того, что в отделении 45 коек, конечно, это происходит не сию секунду, а какое-то время. Ну, то есть, скажем так, если мы не рассматриваем какой-то чрезвычайный случай, то при желании, при нормальном подходе можно к вам попасть и получить необходимую консультацию. Отделение доступно, на самом деле, проблем. Вот по большому счёту проблем нет попасть к нам. Может быть, небольшая очередь какая-то. Хорошо. А ваши коллеги, вы выезжаете в какие-то другие поликлиники, больницы, когда есть необходимость в этом? Да, когда есть необходимость, мы выезжаем в другие больницы, в другие поликлиники. Особенно это актуально было во время разгара эпидемии. Да, ковид. Наша основная задача, как единственного уронтрологического детского отделения в Московской области, была не прекращать эту помощь. То есть вы работали и во время ковида? Да, мы работали и во время ковида, естественно, соблюдая все меры предосторожности. И мы также были на связи постоянной со всеми детскими ковидными больницами. Мы выезжали туда, если детки попадали с коронавирусной инфекцией и с обострением, либо с манифестацией заболеваний органов мочеводелительной и половой систем. Мы их консультировали, там решали вопросы о необходимости оперативного вмешательства. Давали советы докторам по телефону. Вот у нас был очень сложный, очень серьезный ребенок в Королеве, у которого развилась так называемая гангрена фурни, очень-очень редкое заболевание. Ковид спровоцировал начало заболевания. Это анаэробная инфекция. Если не оказывается помощь, то такие детки, ну или взрослые пациенты, этой болезнью болеют и дети, и взрослые, погибают в ближайшие несколько дней. Ребенок был спасен. Спасен, конечно, с определенными последствиями. Сейчас мы занимаемся. Мальчику потребуется еще не одна операция. Но он жив. Еще такой вопрос. Мы же прекрасно понимаем, что врачи, настоящие врачи, как вы сказали, медицина – это наука, они общаются друг с другом, с другими странами, подсматривают до ковида, естественно. Ездили во время ковида. Да, и во время ковида даже. Вот. Насколько сегодня есть возможность вот этого всемирного обмена информацией? То есть, насколько вы и ваши коллеги читают какую-то научную литературу? И насколько вы что-то увидели, поняли, что вам это нужно? Насколько быстро можно этот метод какой-нибудь внедрить здесь? Внедряются сейчас очень быстро методы, которые возникают, неважно, где в мире. И сейчас интернет творит большие дела. Нам очень легко познакомиться с докторами, специалистами из других стран. Нам доступна литература, которая издается сейчас практически во всем мире. Есть такие ресурсы, как ПАП-Мед, где издаются все статьи научные. Этот ресурс доступен. И получается, доктора интересующиеся, они всегда в курсе всех новинок, которые сейчас в мире. То есть, конференции всякие проходят, да? Да, конференции сейчас, конечно, онлайн проводятся. До ковида. До ковида. Но, тем не менее, да, это хорошо все равно. До ковида мы встречались со многими докторами, больше с европейскими. Но ясно, что вы идете в ногу со временем. И они идут вместе с вами. То есть, еще раз, все, что есть на сегодняшний день передового в мире, у вас все приносится в нашу больницу. Такой неожиданный вопрос уже по занавесу нашего разговора. Масса фильмов, которые посвящены медицине, и до ковида было, и уже во время ковида сняли, и наверняка будет после ковида. Да, и мы прекрасно понимаем, что отношение к врачам все равно всегда было разное. Но вот вы работаете с детским контингентом, плюс родители, которые, конечно, по отношению к ребенку все готовы, как правило, отдать и так далее. Какая-то специальная форма одежды, как-то у вас стены может быть покрашены. Вот с этой стороны есть какие-то особенности все-таки? Или это только в кино бывает? Ну, там, шапочки всякие смешные. На самом деле это больше на уровне самодеятельности. Все доктора, медсестры стараются сами приобретать такие шапочки. Ну, бывают, да? Веселые, да, какие-то костюмы хирургические, чтобы деткам было веселее на нас смотреть. То есть это есть, и все-таки это работает психологически? Да, это работает, на самом деле. Понятно. Ну что, нам остается поблагодарить вас. Во-первых, многие наши телезрители узнали, что есть такой центр. Боюсь, больше сейчас добавятся к вам желающих, потому что, сами говорите, что, к сожалению, эти патологии встречаются. Ну, а вам хочется пожелать расширения, как всегда, да? Может, появится еще где-нибудь такое отделение. И большое спасибо за такой откровенный разговор. Мы обсудили довольно многое. И большой привет Московскому областному центру охраны материнства и детства, который вы представляете как врач детской урологии и андрологии. И будем надеяться, что, если я же все-таки не ученый, и я не медик, вот это вот изменение, которое происходит в жизни, все-таки будем надеяться, что к лучшему, потому что, действительно, вы правы, многое то, что еще даже 10 лет назад лечилось какими-то там страшными методами, сегодня один день, и ты уже дома. Поразительно. Вам спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. До свидания.